Всех вас! И я думаю, что все мы поддержим эти бурные аплодисменты. Подождите, девочки поблагодарим за музыкальный подарок гостям музея и высоту уже церковное концертное исполнение. Тотаровскую Елену! Ура! Смолен Наталью! Марии Кокове! И Дмитрия Оркестра Анну Вололину! Оркестр Камерный Пап! Наши большие друзья! Спасибо! Спасибо большое, дорогие друзья! Уважаемые друзья! Сегодня у нас торжественный, волнующий нас всех вечер, день, потому что сегодня мы открываем первую юбилейную выставку, посвященную 150-летию Свердловского областного калинического музея имени Анисима Егоровича Клера. Вот где-то уже почти полтора столетия прошло, как 29 декабря 1870 года 25-летний преподаватель французского языка в мужской гимназии города Екатеринбурга Анисиме Егорович Клер основал Уральское общество любителей естествознания. И при нем музей и библиотеку. Так вот, музей, все дары, которые тогда принесли, уместились в бельевую корзину, но уже через год это было 4,5 тысячи предметов, а вот через 150 лет 745 тысяч единиц хранения в нашем музее. И вот у наших историков, у наших кураторов не зря возникла эта очень интересная идея, показать дары как феномен, как критерий исторического развития нашего края. И действительно это можно будет проследить, это чрезвычайно интересно, потому что, собственно, дары музею и составляют основу нашего фонда. Поэтому с огромным уважением к вам и ко всем присутствующим я хочу сказать, что мы открываем выставку «Урал в подарках», посвященную 150-летию нашего музея. Вы обратите внимание, когда будете на выставке, что у нас очень много партнеров, потому что из почти тысячи предметов, которые представлены на выставке, около 800 – это предметы основного фонда, это практически фондовая выставка, в том числе и большое количество корпоративных подарков, личных подарков, которые дарили друг другу люди, ну, начиная от подарков, которые дарили духам и богам, и заканчивая уже подарками 21 века. И позвольте мне с уважением перечислить всех тех, кто помогал нам в становлении, в участии, в создании этой выставки. Прежде всего, позвольте выразить благодарность Министерству культуры Свердловской области. Светлана Николаевна благодарим, потому что это, и вы понимаете, что без финансовой поддержки невозможно было такую выставку огромное одолеть. И кроме того, Светлана Николаевна приняла участие просто в самой выставке тоже. Члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Эдуарду Эльгартовичу Ростелю огромная благодарность, который подарил нашему музею около двух тысяч предметов из собственных подарков, сувениров и так далее. Аппарату губернатора Свердловской области, которые представили тоже подарки, которые дарили администрации. Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургской городской думе, Уральской горно-металлургической компании, Уральскому банку Сбербанка России, Общественному фонду возрождения Невьянской иконописи и народно-художественных промыслах. Сегодня здесь присутствует председатель управления фонда Петр Иванович Ставкин, фонду семьи Шмотевых, Сергею Федоровичу и Александру Сергеевичу Шмотеву, художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Васильевичу Новикову, Музею историков нерезанного и ювелирного искусства, Государственному архиву Свердловской области, Каменску Уральскому краеведческому музею имени Стяшкина, Объединенному музею писателей Мурала, Президентскому центру Бориса Николаевича Ельцина, Музейному комплексу Уральской горно-метеорологической компании Верхней Крышине и сегодня на открытии выставки присутствует директор музейного комплекса Виктор Михайлович Севастьянов и Емельянов Александр Вячеславович, который в длительное время был директором, сейчас постсоветника. Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, Музей истории Уралмаш-завода, Союзу композиторов Свердловской области, Нобелевскому лауреату по физике Сэру Константину Сергеевичу Новоселову, Ларисе Александровне Крабигиной и отряду «Карабелла», Надежде Александровне Васильевой и семье режиссера Алексея Октябрьевича Балабанова, Глебу Борисовичу Рябинину, сыну писателя Бориса Степановича Рябинина. Давайте мы поаплодируем и поблагодарим всех наших участников. Спасибо огромное еще раз, дорогие друзья. Позвольте поблагодарить также сотрудников музея. Вы когда увидите, поймете, какой огромный объем сделан нашими сотрудниками. Без их участия, конечно, мы тоже бы не могли. Прежде всего, кураторов выставки Александра Дмитриевича Фроленко, Александр Дмитриевич, заведующий отделом истории, главного научного сотрудника Любовь Аркадий Мудвинских, также куратор выставки, заместителя генерального директора по научной работе Светлану Анатольевну Гарипанову, главного художника музея Ирину Анатольевну Кибереву, специалиста по дизайну Александра Николаевича Баженова и Яна Валерина Пироженко, главного специалиста по развитию Ольги Владимировича, службу главного хранителя. Все принимали участие в реставрационном мастерстве, музее природы, отдел истории Урала, отдел древней истории народов Урала, конечно, административно-хозяйственную часть, без нее никуда, конечно, отдел организации выставок по работе с посетителями и сектор по реализации музейных проектов. Спасибо большое, дорогие коллеги и музеи.